Рассказывает 25, содержание 25 серий. Ага, позевать надо же, это обязательно. Здравствуйте, 25. 25 серий своей жизни, быстро расскажи. Давай, бегом. Дом, работа, работа, дом. Йогнула с головой, снова заболела, легла, поспала, попила пиво. Пошла на работу, опять напилась, опять встала, опять легла, опять пошла на работу. У меня есть такое подозрение, девушка, что вы пьете. Я все сказала, я алкоголик. А вы когда пьете, вы буйная? По-разному. Надо еще так делать. Ощущение, ты вчера бухала? Вкусно, когда, ну, хорошо, хорошо это, ты рано встаешь, потом придется тревожность, голова, головная боль. Привет, Олешечка. Короче, а тут такая, нет, я полная силу, энергия, вставай, да. Я лежу, в телефончике комментарии читаю, заходит, говорит, привет. Пошла со Степой, поиграла, он чуть с ума не сошел со своим набором, не знал, за что хвататься. Он всякой, это, скажи, с этой курицей не расстается, у него такая с утра агрессия на нее. Да, рычи. Страшно. Так, за косточку, за курицу, за курицу, за курицу. Девочки, огромное спасибо, кто вчера зашел, вчера просмотра вообще ноль. Вот мне и говорят, снимай больше город. Такой прекрасный остров сняла, да, яхт-клуб Сич. Тысяча просмотров. Да, я получила удовольствие колоссальное. Мне так, Люда, мне так понравилось, так прогулялась хорошо. Когда я уже поеду? Во-первых, я так, это самое, квест с туалетом был интересный. Вот действительно. За 40 гривен вы меня извели. Как театр начинается с вешалки, так любой поход. Туалет очень важен, важен в нашей жизни. За 40 гривен. А вот вдвоем уже 80, 35 покормить уточек. Люда, ну эти уточки, усочки, а лебедь вчера как на меня смотрел и не шелокнулся. Что значит серьезная птица, Люда? А эти? Ой, ко мне подошел вчера гусь, говорю, давай познакомимся. Я не спас, если что, это просто на вас реакция такая. Я говорю, давай познакомимся. Вот такой на меня гусь. А потом гусочка. Давай мне гусь заведем. Опоздала? И она, Люда, она как человек. Смотри, вот так вот. А ты как милая? Людочка, я когда пришла туда, там только все начиналось, и там гус был закрыт. А когда выходила, он уже был открыт. Палочки. Да там без меня хватает. 35 гривен со своими же палочками. Нельзя, маленький пакетик. А так как я уже на туалет потратилась, сама понимаешь. А свет не близкий, и надо еще и заправиться. Что себе сделать плавный туалетик? Вот это денег будет. Это очень хороший бизнес, но попробую-то его открою. А вон, нет, я имею в виду в ролях. Красная машина, красное платье, вот это да. Ну, а когда я его буду носить? Действительно. У меня сегодня такой макияж. Нелегкий. А что там такого тяжелого? Усилия надо было, тон положить красиво. По-другому положила тон. Да? Да. Я думала, так-то на колоксе дом вылазь. Кико? Я на лубы, конечно, шикару. Ой, нет, это, по-моему, кларнис. Лес. Что там за сообщение? Сняли за сигареты. А. Только сняли. Ты же на карточке деньги, ты снимай. Нет, я за свет заплатила, надо снять. Где они, бля? Ну, гаси, кто? Свет, все остальные. А. Да, они свое с горло. Мне вчера по соседке позвонили. И с таким тоном со мной разговаривают. Говорю, подождите, я говорю, что вы так со мной разговариваете? Вы указаны. Я говорю, ну, так что же я указана. Что мне для этого надо сделать? Мойте к соседке, сказать, оберни дом? Да. Я туда, говорю, не вхожу. Там, говорю, собаки. Я туда не хожу, мы не общаемся. Я вот, значит, будем вам звонить. Это контакты, когда я звонила, я вас сейчас заблокирую все. У нас много людей. Я врат, встаньте, пожалуйста, от меня. Эти люди были в Норвеге, только приехали. Она ждет ребенка. Я ее не вижу. Телефоны я не знаю. Я не знаю ее телефоны, действительно. Они эти карточки меняют, знаешь как? Только что была в Телеграм, уже в Телеграме не появляется. Куда я могу знать. И все равно, сирена, не сирена, звонят, задалбывают. Нехер было давать. Что вы давали? Раздают деньги налево-направо. А потом начинается. Раздают тему, кого нихера нет. Так вообще, ваш номер указан. Я что, какую-то бумагу подписывала? Без моего ведома вообще дали номер телефона. Причем здесь я. Да, вообще-то звонят и подтверждение спрашивают. Да, никто мне не звонил. Вы берете, как бы... Да даже если и звонят, я где-то расписывалась. Я где-то что-то хоть в свою подпись ставила. Мне никто не звонил, тем более. Я брала вон кредит, мне позвонили, спросили. Такую-то, такую-то, знаете. Ну, они не поняли, что, конечно, это... Я же тебе отвечаю. Ну, потому что я работаю сама на себя. Ты руководитель. Да, я руководитель. Я отвечаю, да, работает. Все, да, все. Я же не что, я врать. Хорошая девочка, очень хорошая. Обратите на нее внимание. Можете дать и 300, и 400 тысяч. Сума покупки была 10 тысяч ривен. Ну, просто надо было разбить на несколько мест. Тем не менее, они перезвонили правильно, сделают. Знаете такую? Да, конечно, знаю. А это эти, швидкогроши. Они же раздают их налево-направо. Есть еще эти швидкогроши? Это тебе и мне. Алло. Только заговорили, банк. Что им надо? Денег. Ой, господи боже мой. Ты давай. Ты не терпеть не мог, когда разговаривают эти сану. А, роботы. Да, там, наверное, 700 рублей. Ну, переведи сегодня. Да. И что мне дальше делать? Перевести. Так они снимут. Ты сейчас не снимешь деньги с карточки, они сейчас с тебе снимут. Все, до свидания. Всем хорошего дня. Рада приветствовать вас на моем канале. Подписывайтесь. А Макаричка? Да я не прощаюсь, это ты прощаешься. Ну что, сегодня я посмотрела там старое видео. Шесть лет назад. Я вообще-то путаюсь. То ли пять, то ли шесть лет. То написано шесть лет назад. Боже. Первое мое видео. Сырники за 15 минут. Мне стыдно. Нет, сырники хорошие. Просто камера говно. Звук хороший. Я в какой-то майке. Какой-то обруч. Не подготовлена какая-то так. Сырники хорошие. Какие-то шорты растянутые. Какая-то майка. Сырники за 15 минут. Первое мое видео. Говорю что-то там. Ну, начало такое. Что-то говорю. Отойди. Что вы делаете, ребята? Ни хера. Я буду стоять. Пошли вы нахер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так подрезать. В общем. Потом, смотрю, разговаривала. Сырники сделала. Ну, второе, третье видео. Уже более-менее. Я, знаете, что вспоминаю? Когда было... Подписалась Люда, Женя. Я сама на себя подписалась. Три человека. Потом, короче, утром проснулась. Десять подписчиков в Ютубе. Вы что? Десять человек. Думаю, боже мой, кто эти люди? Сразу такое... Девочки, десять человек, это полкласса, да? В школе. В общем. Потом там дошло где-то до пятидесяти человек. И тут приходит первый комментарий. Я... Я еще не знаю. Я только открыла канал. И еще не понимала, что такое взаимка. Такая была глупость. Такая была тупость взаимкой заниматься. Это, короче, идешь к блогеру, который тоже только открылся. И взаимно подписываетесь друг на друга. А потом друг к другу делаете просмотры. И таким способом вы продвигаете свой канал с помощью этих людей. Утопия страшная. Потому что, допустим, в каком плане утопия? Ну, кто просто так лайк поставил, я был. А не просмотрел. И рейтинг падает, там минуту-две просмотрела. Ролик, допустим, 20-15 минут. Ну, короче, это не очень хорошо. Мы же этого не понимали никто. Девочки, все, кто начинает, тебе никто не подскажет. Тебе никто не расскажет. Только сам. Это же не телевидение. Тут совсем другие законы. Тем более искусственный интеллект. Все очень сложно. Все только на своих ошибках. Ты учишься. Я помню, так считала этот первый комментарий. Вот. Потом там под видео 3-4 комментарии. Потом взаимные люди пошли. Помню, Димон, 63 монета. Я познакомилась с ним. Вот кто-то там еще. Там много людей было. Потом с Катей познакомилась. И с Светой Зая познакомилась. А потом прилетел мне, короче, первый негативный комментарий. Ей. И там видео было, что я говорю. Привет, я из Днепра. Давайте, короче, с вот этого вот оазиса, с моего двора, окунемся в атмосферу нашего города. Города Днепр. И я там иду в кафе. Показываю город. Еду в маршрутке. В общем, женщина как женщина. Волосы распущенные. В очках, в белой куртке. Такая, мне, как мне казалось, красавица-красавица. Да? Как мне казалось. Вот. Негативный комментарий был по поводу, девочки, как всегда, как началось по поводу моей внешности. Что это за лохудра? Боже, какая страшная. Вы на себя в зеркало смотрели. Разве можно быть такой некрасивым? Никогда никто. Ну, девочки, как вы знаете, сплетни есть, как всегда, и кто-то, но так глаза явно тебе не говорил, да, что ты такая-сякая. Много ж таких завистников и женщин непорядочные, с наговорами. Это все ерунда. А тут в комментарии и такое видео позитивное. И мои мне пишут взаимки, да, типа подписчики. Вот такой классный город. Нателла, показывай еще, показывай, снимай, у тебя хорошо получается. Хвалят меня. Тоже блогеры, это не зрители, взаимные, да, мы делали просмотры. И тут, короче, негатив. И я так, боже, так расстроилась. Я тогда еще с Женей жила, расплакалась. Он говорит, Наташа, если ты так будешь реагировать, то надо не вести канал. Таких, знаешь, сколько еще будет, и будет, и будет. Я никак не могла понять. Ну, совершенно же не имеет значения. Я же показываю город, причем же здесь я, моя внешность. А потом стала понимать уже все это. Понимаете? Каждый человек имеет право на свободу. Каждый человек имеет право, как бы он не выглядел, красивый, некрасивый. Он имеет право быть, он имеет право существовать и делать то, что он считает нужным. И проявлять себя. Под лежачий камень вода не течет. Надо стучаться, и тебя откроют, откроются двери. И когда ты входишь в эту дверь, не говорит о том, что тебя хорошо встретят. И это все неправильно, что встречают по одежке. Нет. Все, что тебе в голове. Есть красивый человек, откроет рот, страшно становится. А есть, вот я на днях познакомилась, такой неказистый, такой вообще. А как интересно с человеком общаться? Как интересно. Как человек наполнен. С простой внешностью, с простой фигурой. Я даже сказала, что состоящий из таких недостатков физического плана. Ну, какой человек интересный. Его слушаешь, и хочется с ним быть, разговаривать и общаться. Понимаете? Я вспоминаю, сколько лет назад. Сегодня шесть лет. Шесть лет моему каналу. И к чему я пришла? Всегда, когда мы открываем канал, надеемся на что-то. Миллионами я не заработала. Но я приобрела очень много людей. Как бы это меркантильно ни звучало, и полезных мне, и полезных связей. Добрых, красивых, умных. И с людьми по душе. С которыми тепло. Да, пусть на расстоянии. На сними тепло. Ну, и сколько я встретила на своем канале сволочей. Это очень поучительно. Это надо знать. Что? Когда тебе человек... Девочки, это всю жизнь идет. Мы это можем не замечать, не понимать. Мои года, моего богатства нет. Опыт, который можно получить и в 15 лет, и в 70 лет. Что не все тебе рады. И никому ты не нужен на этой планете. Кроме себя. Держись зубами. Не тот характер. А могла. Могла. Могла идти, не оглядываясь. Могла. И пробовала это делать. А потом ночами не сплю. Ночами не сплю. Совесть мучает. Потом рюмка. Заглушить эту боль. Этот стыд себе. Нет. Не то. В общем, мои дорогие друзья, что там говорить. Я вчера вечером посмотрела 19, 20, 21, 22, 23, 24 год. Это, конечно, вы знаете, психологически очень тяжело. Вот вы проживаете каждый день. Кое-что забываете. Кое-что держите в памяти. А у меня все как на ладони. Записано на моем YouTube-канале. Ты окунаешься в свою прошлую жизнь. Какая ты была. Чем ты была наполнена. Как ты жила. С кем ты общалась. Что ты делала. О чем ты думала. Плакала. Веселилась. Радовалась. Ой. Это. Можно. Книгу написать. Честное слово. Я вас всех, мои дорогие друзья, благодарю. За людей в моей жизни. За вас. Вы входите. Некоторые остаются надолго. Как в жизни бывает. Покидают меня. Кто-то прощается. Кто-то здоровается. Кто-то любит. Кто-то ненавидит. Кому-то я нужна. Кому-то я бесценна. Жизнь, моя хорошая жизнь. И это всего лишь 6 лет. А прожито 54. Всем вам мира и добра. Еще, мои хорошие, увидимся. Да. Это полезно. Полезно на себя посмотреть прежнюю. Пока, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok